Всем привет, друзья! После такой пробежки заболела старая рана. Извини, но я должен немного передохнуть. Попробуй пока сам. А ты? Я побуду здесь, у входа. Засяду в сторожке рядом с воротами. Если замечу что-то подозрительное, дам тебе знать по радио. Хорошо. А нет версии, где может лежать динамит? Не думаю, что он в главном здании. Судя по тому, что я слышал, там сидели очкарики со своими приборами и делали опыты. А солдаты, прикомандированные к ним, жили в двух казармах, что рядом. Вроде бы однажды там у очкариков этих произошла какая-то ошибка и какая-то ядовитая гадость попала в воду и солдаты ее выпили. Что было потом, не знаю, но слышал только, что и очкариков, и оставшихся вояк пришлось эвакуировать вертолетами и на БТРах. Ха, погоди. Выходит, что на территории института опасно? Жекан, мы же в зоне. Где здесь не опасно? Ну хорошо, что предупредил. А эта гадость, которую разлили ученые радиоактивно? Кажись, нет. Человек, который мне об этом рассказал, сказал, что это не радиация. Слушай, ты, наверное, прав. Нам нужны герметичные костюмы, чисто для подстраховки, как говорится. Я себе недавно прикупил пару таких через службу доставки. Он лежит в моем схроне. Один можешь взять себе, а второй принесешь мне. Осторожность не помешает. А где я смогу их взять? В моем убежище. Это недалеко отсюда, чуть восточнее института. Рядом с дорогой и упавшим вертолетом стоит вагончик. Это оно и есть. Только вот беда, кажись, ключи от двери я на фабрике забыл. Но я могу смотаться на фабрику и забрать их? Нет, не стоит. Не подумай, ради бога, что я тебе не доверяю. Просто примета такая есть. Нельзя, мол, возвращаться в зоне с дела, если что-то забыл. Ха. Но как же мне забрать костюмы? Недалеко от убежища прямо на дороге стоит ржавый бульдозер. Я в него запасной ключ спрятал. Теперь можешь взять его. Откроешь дверь, возьмешь костюмы в ящик и принесешь сюда и продолжим поиск. Договорились? Конечно. Так, за костюмами бежать. В убежище. Ага. Вот этот вагончик, про который ты говорил. Но тут по пути еще место эвакуации можно было проверить. Но давайте, пожалуй, сейчас не будем отвлекаться на это. Чуть позже займемся этим квестом. По просьбе куклы. А сейчас сразу в вагончик бежим. Не знаю, что это за примета такая, не возвращаться, когда уже отправился на дело. Чего-то этот мужик не договаривает. Такое чувство у меня появилось. Ну ладно, посмотрим, как дальше будут разворачиваться события. А вот он, вагончик. Так, а ключ в бульдозере, он сказал. Вроде как, да? Ух ты, там кто-то бежит. Ё-моё. А я думаю, кто это там? Что это там стучит такое? Так, ключ. А вот и ключ. Ага, отлично. Ключ нашли. Открываем. И что же у тебя тут есть? Ого. Ноутбук. Аккумулятор. Воды можем набрать. Так, а вот и... Тайник, не понял. А ты кто? Ред Шухарт, ничего себе. Спокойно, парень, я с миром. Надо поговорить. Ты кто? Я Редрик, разведчик. Юрий не говорил о тебе. Юрий не совсем тот, за кого себя выдает. Это первое. Второе. Я здесь для того, чтобы предупредить себя об опасности. Вы с Юрием немного перегнули палку, зашли дальше дозволенного. В смысле? В том смысле, что за вами следят очень серьезные люди. Они ждут, пока вы не достигнете своей цели, а затем они намерены вас убить. Что за люди-то? Конкуренты? Не думаю. Кто они такие, я и сам не знаю. Вернее, предполагаю, но сказать не могу. Все это выяснится позже. А пока что ты должен послушаться моего совета. Запомни, ты обязательно должен открыть контейнер под номером 1178. Контейнер? Да, именно так. Белый контейнер с маркировкой 1178, который лежит в подземелье Агропрома и который вы с Юрием вскоре найдете. Юрий будет просить себя не открывать его, но ты сделай наоборот. Что же это за контейнер такой, я не пойму. Я не могу сказать тебе больше. Когда наступит сложный момент, я приду на помощь. А пока что помни то, что я тебе сказал. Открой контейнер. О господи, да что же это за контейнер такой? До скорого. И все. И убежал. Что ты там сказал? До скорого. Юрию ничего не говори. Обалдеть. Так, ладно. Ну вот, тайник с двумя костюмами. Берем. Также можем дроби взять. Не помешает. Ну а все остальное, в принципе, пускай тут и лежит. Аптечки. Можно, конечно, взять, но они нам особо-то и ни к чему. Ладно, остальное оставим тут. Если что понадобится, еще вернемся. Ну а теперь бежим обратно к Юрию. Пошел дождь, и Юрий решил укрыться от него вот в этом строении. Ну что ж, Юрий, я нашел костюмы. Что дальше? Надеваем их и отправляемся исследовать казармы. Надо отыскать этот чертов динамит и пробраться на конец подземелья. Да, пошли. Так. Переодеваемся. Телепортируемся на два метра и отправляемся. Отправляемся исследовать казармы. Так, а я смотрю, уже на миникарсе виднеется куча трупов вот в этой казарме, а там... Какой-то человек. Подполковник Смолин. Военный. Интересно. Сейчас мы туда сходим. Так, ну что? Что тут произошло? Молчишь пока. Посмотрим, что за вояка. Сержант Чайкин. Получили какую-то информацию. Дневник. Теперь я уверен. Подполковник Смолин сошел с ума. Он приказал мне запереть оставшихся больных в казарме номер один вместе с доктором Фроловым и готовиться к эвакуации вместе с учеными. Не послушаться приказа? Трибунал? И людей жалко? Надо схитрить. Притвориться, что я потерял ключ или напихать спичек в замок, типа его заело. Ведь бросить больных людей без защиты во врача в зоне может только убийца. Подполковник ушел к себе в казарму номер два. Все время твердя, я полковник, я буду полковником. Как будто в этом кто-то сомневался. У него точно поехала крыша. Так, ну туда мы пока попасть не можем. Ладно, ты по-прежнему молчишь. Но мы пойдем в казарму номер два, посмотрим на этого полковника. Что же это за зверь такой? Так, надо снять смолу и какой-нибудь радиоактивный артефакт, чтобы он нам тут не мешал. Потому что в этом костюме мы не можем так лихо бегать, как в нашем крысолове или крысобое, как он называется. Крысобое. Так, подполковник, спокойно. Все ты можешь. Что вы здесь делаете? Пристрелил этого чайкина, мать его. И запер казарму. Потому что я полковник, у меня есть патроны. Я на лошади. Ты на белом коне, и я на белом коне. А потом на бал. А потом салют в нашу честь. Сначала на парад, а потом в дом офицеров пойдем. Бал будет, пиво, салют. В мою честь салют. Я полковник, и ты на белом коне. Посмотри, какая у меня форма. Посмотри, какие у нее звезды. Я еще никому не показывал. Только себе покажу. Это моя парадная. Специально сшил. Посмотри, не бойся. Да, может что-то с тобой... Не то. Так, а тут какой-то лежит чемодан. Чемодан с погонами. Левый погон полковника. Сейф полковника. Гоголь. Гоголь родился в 1809 году. Так, находим тут еще очередную кассету и правый погон полковника. Так, но остальное нам, в принципе, не надо. Что, успокоился уже? Ну, наконец-то мои погоны. Теперь я стану полковником. Я полковник. Да-да, хорошо. А что вы здесь делаете? Сижу и жду того, перед кем бы мог исповедаться. Исповедаться? Зачем? Я убил половину своего отделения, согласившись на рискованный эксперимент доктора Бадера. Эксперимент? Новое лекарство, по крайней мере, так говорил Бадер. Но, скорее всего, это была очередная гадость для улучшения псиспособностей. Бадер одурачил меня, подделав документы, хотел поставить над солдатами опыт. Я сумел раскрыть его замысел, но что-то заставило меня пойти на это. Он пообещал мне повышение, понимаешь? Сказал, что я буду полковником, если соглашусь. А что конкретно хотел Бадер? Тайно подмешать в пищу солдатам его препарат. Ученые в этом НИДе аварии занимались разработкой пищевых добавок для армии. Бадер изобрел особую добавку на основе альфа-вещества, но ему отказали в проведении опытов над заключенными, и он обратился ко мне. Альфа-вещество? Такая новая штуковина. Я не в курсе, чем она является по сути, но слышал, что ученые случайно получили немного этого вещества при первой аварии, а потом начали делать его сами. Это вещество обладало способностью аккумулировать всю энергию, из него можно было делать кристаллы. Хм, верится с трудом. Это все уже не важно. Я погубил своих ребят, вместо эффекта, обещанного Бадером, они просто заболели и стали умирать. Другие ученые подумали, что началась эпидемия. Чтобы замести следы, я скомандовал эвакуироваться, ликвидировав тех, кто что-то пронюхал. Бадер удрал одним из первых. Надо было и его. Но поздно. А у вас есть ключ от запертой казармы? Заберешь его с моего тела. Мне он уже не нужен. Не понял? Че, полковник? Как обычно. Да, все как обычно. Люди не выдерживают. И решают облегчить свои страдания. Так, еще дневник. У него нашли. И что в дневнике? Так, ну это он нам уже говорил. Ладно. А тут у нас ничего. О, патроны, гранаты. Ну, в принципе, нам не особо-то эти патроны нужны. Гранаты можем взять и пойдем в казарму. Теперь есть ключ. Можем открыть эту решетку. Нет, без музыки тут грустно. Да, может и грустно, но я гитару ставил в тайнике. Так, и что у нас тут? Доктор Фролов. С иконкой бармена. Так, получили дневник. Ну, дневник пустой. Ага, данные уничтожены. Ладно. Но у этого Долу Гача тоже дневники, тоже, походу, стерто все. А вот динамит. То, что нам надо. Отлично. А этот мужик отдыхает тут. Как тебя обыскать, дружище? Спасибо огромное. Как-то ты так лег тут неудачно. Хотя, походу, не сдвинуть. Блин. Что ж, чтобы делать? Нет, спать мы не будем. Но и обыскать себя не получается. Ну, будем тогда надеяться, что у него ничего ценного нет. Так, а ты там уже по кому стреляешь? Я не понял. Ладно. Так, тут у нас вроде ничего. Все, в казарме больше ничего интересного нет. Ладно. Чего там такое? По кому ты стрелял? Юра, я нашел динамит. Молодец. Теперь обратно к входу в катакомбы. Будем расчищать вход. Уверен, что у нас получится. Да, просто заложи динамит под плитой и, судя по детонатору, у тебя будет около 10 секунд, чтобы спрятать свою задницу в надежное место. Затем спускайся в подземелье, я пойду за тобой. Только не надо снимать герметичный костюм. Мало ли, что там в катакомбах творится. Может, газ какой или кислота? Мне говорили, что в подземках много видимного студня бывает. Отлично, тогда идем подрывать плиты. Ну что ж, отправляемся. Ты идешь? Ага, ты пошел другой дорогой. Ладно, мы тогда тоже. Ой-ой-ой. Так, а вот тут вот мы не спустимся. Нет, тут люк лежит. Ладно. Так, ну на территории этого комплекса еще есть трупы. И вот там вот что-то интересное можно рассмотреть на крыше. Но вернемся сюда чуть позже. Так, и тут еще мужик в аномалии подбирает. Ладно. Все это обследуем попозже, а сейчас бежим подрывать те плиты. Ну и вот мы уже с Юрием прибежали ко входу в катакомбы. Он пока молчит. Значит, отправляемся подрывать эти плиты. Так. Ну, надписи заложить динамит тут нету. Ладно, тогда станем как-нибудь вот так вот. Все, динамит заложен и пошел отсчет. Ну что, посмотрим на этот бабах. И Все, готово. Можем отправляться. Ну что, пошли. Чего сидеть? Ну и Юрий почему-то по-прежнему сидит. Интересно. Ну, сюда не проникнусь катакомбы, поэтому отправляемся туда, судя по всему. Ладно, молчишь. Ладно, одеваем костюм и будем надеяться, что когда мы туда спустимся, Юрий будет уже внизу. Ну что ж. Спускаемся. Вот мы и внизу. Юрий здесь. Отлично. Так. Ну, да, действительно здесь что-то такое непонятное. То ли какой-то газ, то ли не поймешь что. Порядок? Ха, мы таки пробрались в катакомбы. Слушай, не зря мы нацепили на себя эти костюмы. Здесь, похоже, есть какой-то газ. Видишь, какое все вокруг мутное. Не советую снимать скафандр. Кроме того, полезно будет следить за его состоянием. Если костюм порвется, то газ может проникнуть внутрь и действовать на себя. Очень хотелось бы знать, зачем мы все-таки сюда приперлись. Раз уж мы в двух шагах от цели, раскрою карты. Мне нужна очень ценная научная фигня, спрятанная здесь. За нее пообещали нехилые бабки, как минимум один лимон. Ты мне уже конкретно помог, я с тобой поделюсь. Четверть суммы будет твоей. Но если ты не бросишь меня сейчас, получишь треть. Я все еще могу надеяться на тебя? Хм, вполне. А что за ценная научная фигня? Опасная штука? Нет, это просто белый пластиковый контейнер. Не радиоактивный, не ядовитый, никто за него яйца не открутит, просто контейнер. Его надо принести заказчику. А ты знаешь его точное местонахождение? Только приблизительное. Еще я знаю, что он с номером 1178. По моим данным, нам нужно дойти до одной из комнат в глубине катакомб. Черт знает, что попадется нам по пути, поэтому я спрашиваю. Ты со мной? Было бы глупо отказаться от затеи в этот момент. Тогда вперед, Джекан! Мы в двух шагах пошли, Рокфеллер. Так, и что у нас тут? Тут уже видно. Ого! Это что такое? И два трупа на миникарте видны. Хм. Так, Степа Гус с красным шариком. Шарик красного цвета из непонятного вещества, размером с теннисный мяч. На ощупь твердый, холодный, довольно увесистый, словно бы сделанный из свинца. Аномальных свойств не имеет. Интересный, интересный, там вроде еще какой-то мы что-то с него сняли, да? Да, дневник. Залезли мы с Лукьянычем в эту чертову подземку. Сначала все было хорошо, я нашел три каких-то странных артефакта, с виду одинаковые, но разных цветов. Они бесполезными оказались. Я один спрятал в тоннеле с электричеством, второй заныкал за колонной в главном зале, а третий оставил на память. Затем, Лукьянычу на беду захотелось исследовать этот гребаный колодец. Заглянул от него и его туда втянуло, как в пылесос. Только ветер загудел. Я его по рации вызывал, но напрасно. Видно, колодец этот глубокий. Заглядывать в него точно не буду. Хреновее всего то, что ключ от двери наружу остался у напарника, но у меня всего три часа на поиск выхода, пока не закончится воздух в баллонах. Но ты, походу, не успел. Так, да. Дверь заперта. Что скажешь? Здесь дверь. Вижу, не слепой. Она не открывается? Нет. Я вижу здесь чей-то труп, вроде он довольно свежий. Этот чувак пытался открыть эту дверь, но не сумел. А может таки сумел? Что если он был здесь не сам? Возможно. Как открыть эту дверь? Осмотрись вокруг. Что-то подсказывает мне, что выход рядом. Окей. Так, ну, здесь мы видим вот эти вот какие-то фиговины непонятные. Также у нас есть информация о шариках других цветов. Мы нашли красный. Один где-то в главном зале за... Ага, вот колонна. Тут находим зеленый шарик. Еще один в тоннеле с электричеством. Вот и он. Синий нашли. Еще булыжник. Так, ну и что? Вот эти вот фиговины разных цветов, судя по всему. Но точно непонятно, какие химина. Вот эти почти одинаковые. Может их надо закинуть туда? Так, синий пропал. Это зеленый, судя по всему. зеленый пропал. Я остался красный. Все. И что же дальше? Так, а появилась аномалия. Аномалия пылесос, судя по всему, да? Молодец. Ну что, рискнем? Так, вот он труп. Лукьяныч. Лукьяныч с ключ-картой пластиковой. Открывающая дверь подземелья Агропрома. Отлично. А то. что тебя выходит, а? Ха, а то. Ну что? Спускаемся вниз. Что нас ждет здесь? Так, ты там идешь? Вроде идет. Спасибо огромное. Вечная свеча, как обычно. Там тоже. Так, пить захотели. Что тут еще интересного? Ага. Крысы. Ну, ладно, возьмем. Может пригодятся. Ну, скорее всего, что нет. Так, а в этом ящике, в этом ящике ничего. Ладно, так, ты там идешь? Дружище. Что-то он там засел. Где враг? Место же обалденное. Обалденное. Какой враг? Так, мужик, куда ты? Уберите! Уберите! Это мурлант меня! Ё-моё! Ты за чего? Ха, таким голосом заговорил. Это же всего лишь снорки. Спокойно. Ну что, вроде все, пошли дальше. Дальше он идти не хочет. Говорить, нельзя. Ё-моё, нифига себе, всего лишь снорки! Обалдеть. В этом костюме у нас разрыв совсем слабенькая защита. Блин. Ой-ой-ой! Так, ну что, все? Больше никого не видно. Да, все. Отлично, Юра идет дальше. Нет, все-таки обалденное место. Нигде больше такого нет. Не то слово. Ух, ты ж, ё-моё, нифига себе тут какие аномалии летают. Так. Чего ты остановился? Что ты здесь увидел, интересно? Чего остановился? Видишь эту здоровенную металлическую фигуну с электромотором сбоку. Да, что это? Это вентилятор. И пусть меня зону сожрет, если он не в рабочем состоянии. С чего ты взял? В этих подземельях больше года никого не было. Я по образованию техник. Этот движок раньше регулярно ремонтировался, видимо, его постоянно поддерживали в рабочем состоянии. Год в сырых подзывальных условиях это еще не причина думать, что он не запустится. А зачем нам его включать? Обрати внимание, этот вентилятор присоединен к общей системе вентиляции. Вон, видишь, под потолком идут вентиляционные каналы. Выхлоп же его уходит вертикально вверх, скорее всего на поверхность. Если вентилятор включить, то по идее он должен со временем откачать из подземелья весь ядовитый газ. Тогда можно будет ходить без костюмов. Кстати, а откуда этот газ взялся-то? Или аномалии его сгенерировали, или же кто-то специально оставил здесь несколько баллонов на случай отхода. Такой вот грубый, но надежный метод консервации секретного подземного объекта. Ладно, вентилятор этот нам врубать все равно незачем. Отыщем образец и сразу же свалим. Пошли. Да. Хм. Ну что, пошли. Так, тут же только аномалии летает. Осторожно. Как-то надо ее преодолеть. Улетела. Бегом. Ай-яй-яй, выносливость. А, так ты нас вроде если вдоль стены идти, так все и нормально будет. Ладно. Так, а вот энергетиков нет у меня. Придется тут Какой враг? Ты слышал? Нет. Ага, вот теперь услышал. Так, мужик. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну что, все? Спасибо огромное. Так, я бегать лучше не буду, надо, чтобы немного выносливость восстановилась, а то так, если кто-то нападет, так и не получится увернуться. Так, ну идем дальше. Кстати, а что кукла скажет насчет этого товарища? Она почему-то молчит. Ничего она мне говорит насчет него. Ладно. Так, это аномалия или телепорт? Такой звук странный, какой-то, как будто телепорт. Ладно. Потом выясним, возможно. Ну что? Мы на месте? Да, это кажется где-то здесь. Вперед дорога снова перекрыта, но это не важно. Надо как следует осмотреться в этой комнатке. Судя по описанию, контейнер должен быть где-то здесь. Комната не слишком большая. Приступим к поискам. Да, я посмотрю вот здесь, а ты проверь-ка один из вот этих здоровенных баков у стены. Кажется, нужно проникнуть сверху. Хорошо, но бак здоровенный. Боюсь, что если я залезу в него, то выбраться будет проблематично. Ничего, я подам тебе руку. Окей, проверю этот бак. Ага, ну пойдем посмотрим. Что же там есть? Во-первых, тут тайник. Он, скорее всего, пустой. Это еще с оригинала лежит. Рюкзачок, который еще и не обыскивается. Да, пустой. Но здесь вот может быть что-нибудь и есть. Да, действительно, контейнер. 1178. Сейчас я тебе помогу. Так, но Ред Шухар сказал нам, чтобы мы его открыли. Белый пластиковый контейнер довольно увесистый, к тому же заперт на простой с виду замок, который можно открыть. Да, открыть можно. Ну, давайте все же проверим, что будет, если мы отдадим его Юрия. Так, давай пообщаемся. Подпрыгнете, чтобы передать контейнер Юрию. Не понял. это это еще что? Все, задание выполнено. И как нам отсюда выбираться? Хм, кстати, кстати, там вот на мини-карте еще труп какой-то, я его не заметил. Надо будет потом сходить проверить, но как же выбраться? Извини, Жакан, но дальше я пойду сам. Аривидерчи. И что? На этом все? Ладно. Переиграем. Ну, теперь не будем отдавать контейнер Юрию. Открываем его. ты что наделал? В контейнере много мелких осколков и останки чего-то там. Так, ну и он убегает, спасается. А почему? Что случилось? Зря ты открыл контейнер, теперь у тебя крышка. Надо было слушаться старших. Прощай, Жакан. Так, и смотрите-ка, какой-то появился мужик на мини-карте. А что же было в контейнере? Непонятно, у нас еще вроде нового не появилось. Ладно. Так, ты кто? Рэд Шухарт, он же говорил, что вроде придет на помощь, когда это будет нужно. Так, ну. но если мы контейнер Юри отдаем, то этот Рэд Шухарт не появляется, и мы остаемся гнить в этой бочке. Так, мужик, ну что ты там так долго? Где ты там шастаешь? Довольно долго пришлось подождать этого товарища, но вот он подошел и говорит давай руку, чувак. Ну что, прыгаем и годится. Спасибо. Ну что, дай хоть тебя поблагодарю, чтобы сейчас не поговоришь. Ладно. Эх, сальца бы хорошего сейчас. С черным хлебушком свежим да с чесночком. Ну, сальцо будет попозже. Эх, сальца бы хорошего сейчас. А сейчас давай пообщаемся. С хлебушком свежим да с чесночком. Да, сальцо. Что там с салатом? А, картошка с салатом, да. Мужик, спасибо тебе за помощь. Не время болтать. Если ты хочешь вытащить отсюда свою задницу целой слушай меня. Этот урод запер дверь и перекрыл нам единственный путь отхода. Долго находиться здесь даже в этих костюмах невозможно. Поэтому надо действовать немедленно. Мы должны разблокировать дверь. Секундочку. Но ведь ты как-то сюда пробрался. Может быть и мы уйдем так же. Не все так просто. Желтороты. Да мне удалось найти еще один ход в подземку он находится на территории НИ недалеко от казарм. Однако спустившись вниз я сразу же вляпался в ведьмин студен по самые уши. Хорошо что у меня был с собой еще один запасной костюм. Коридорчик ведущий к выходу плотно забит аномалиями. там не пройти. А ты уверен что сможешь закрыть дверь? Да смогу. Главное справиться как можно быстрее. Твой костюм рассчитан на длительное пребывание а вот мой нет. У меня в запасе часа два. Понимаю. От меня требуется какая-нибудь помощь? Первое не путаться под ногами. Второе если сюда приползет какой-то любопытный снорк пристрели его. Уж постараюсь. Кстати вот еще хотел бы узнать что это все за канитель? Почему Юрий меня подставил? Что это был за контейнер и кто ты? Слишком много вопросов и слишком мало времени. Я тебе все расскажу когда выберемся отсюда. Но хорошо. Так ну что давай занимайся дверью а мы будем тебя прикрывать. Так что у нас там по заданию? А задание то и нет никакого. Ладно откуда интересно снорк тут может выскочить из вентиляции только как-нибудь в метро черные сейчас полезут. Да это конечно было просто невероятно круто если сейчас снорк выбил эту решетку и сюда спрыгнул. Постранись в смысле за мной быстро пойдем сейчас посмотрим еще что там за труп лежит где-то он тут есть судя по всему внизу а нет наверху наверху но здесь аномалия ладно мужик давай пойдем за тобой а там дальше разберемся что и как хотя может трупы надо было бы искать ну вроде аномалия я проверил действительно это телепорт он нас туда не пускает к этому трупу но потом может быть как-нибудь мы все же проберемся там так мы сейчас бежим бежим сейчас за редом так аккуратно вот сюда вот не влететь бы так фигня это ух ты пролетает пролетает и нас зацепило что такое реда что ли зацепило мужик ты чего что случилось мужик что что с тобой случилось еще молчишь непонятно так судя по всему судя по всему да вот теперь он может говорить я сейчас переиграл просто не знаю он как-то так пробежал что аномалия его не зацепила но по сюжету она должна была его задеть но вот он пробежал сработал скрипт что ему плохо но разговаривать с ним было нельзя сейчас я переиграл вот правда на записи это не показал но аномалия его действительно зацепила и теперь можно поговорить мужик сильно тебя задело да хреновее того что костюм мне прожгло он не рассчитан на сильное кислотное воздействие черт это серьезно просто скажи чем я могу помочь аптечку дать до выхода дотащить аптечка мне костюм не восстановит а ходить я не могу кислотой обожгло обе ноги это стервятник барбрич сволочь накаркал вляпаешься ты ред ох вляпаешься чтобы он сам вляпался гад ладно слушай меня внимательно парень слушаю ты сейчас берешь ноги в руки и валишь из этого подземелья как можно скорее но запомни ты должен обязательно принять вакцину в контейнере с номером 1178 который ты открыл была самоуничтожающая колба со штампом вируса H1N14 муссировавшего вида так называемого птичьего гриппа это разработка ученых в области военных технологий очкарики из НИИ агропром а именно доктор Бадр занимались разведыванием нового бактериального оружия под видом агропромышленных биологических опытов в условиях зоны уже исследованный им безопасный вирус птичьего гриппа дал очень успешную и опасную мутацию новый штамп новый штамп опасно смертелен он убивает человека за несколько секунд ты заражен этим вирусом Жекан как же так я ведь был в герметичном костюме это не играет роли вирусы проникают через микроскопические дырочки и другие неплотности для защиты от них есть другие костюмы но у нас их нет вирус заразил тебя и сразу же погиб в ядовитой атмосфере подземелья поэтому я и не побоялся вытащить тебя из-за подни в отличие от Юрия которого который этого не знал и сколько же мне осталось возможно еще лет 80 если ты выполнишь то что я тебе сказал ты должен не дать вирусу развиваться в твоем организме тогда еще будет шанс что вакцина оставленная мной в одном из хронов подействует так что валет Сюдор Жекан спасай свою жизнь погоди-ка но без среди местных разведчиков тоже ходит некая чернобыльская чума и они прекрасно лечат ее какой-то самопальной микстурой мне это поможет я в курсе насчет этой чумы но это всего лишь промежуточная форма вируса H1N1-4 она опасна но неустойчива к простым лекарствам в зону она попала из-за того самого доктора Бадера который рискнул тайно испытать ее на солдатах из рода охраны НИИ говорят там еще был замешан какой-то нечистый на руку полковник началась эпидемия ученые вместе с выжившими солдатами покинули зону а вирус остался став чернобыльской чумой у солдат из охраны лекарств от него еще не было но потом его изобрели и специально забросили в зону дабы нейтрализовать пандемию однако это только промежуточная форма она лечится а вот последний штамм который подхватил ты ты же говорил о вакцине да она есть но еще как следует не проверено шанс что она подействует 50 на 50 и то если не тянуть кота за хвост спасай свою жизнь джиган плюнь на меня я уже сыграл свою роль мне выпал несчастливый билет я не могу позволить такому опасному вирусу существовать и должен принять вакцину прощай либо погоди ты же спас мне жизнь я не брошу тебя здесь вот туперты что это даст ты поставишь под угрозу и разведчиков и внешний мир если H1N14 вырвется за пределы зоны я приму вакцину но только после того как помогу тебе потеряешь драгоценное время бросите телячьи нежности слушай меня дядя я вытащу твой задницу из этого подземелья когда мы шли сюда с Юрием то видели большой очистительный вентилятор Юрий имел опыт в технических делах и объяснил мне что если вентилятор запустить то он провентилирует подземелье и давитый газ улетучиться я запущу вентилятор очищу катакомбы от газа и мы выберемся отсюда вместе ты хоть представляешь как это все делается ну мне как-то пришлось в одиночку запускать гидросистему целой фабрики так что я подкован в этом вопросе доверься мне новое задание сквозняки так подать питание на вентилятор включить вытяжной вентилятор и подождать чтобы помочь раненому шухарту пострадавшему от аномалии необходимо очистить подземелье от ядовитого газа для этого нужно подать питание на вытяжной вентилятор включить его и подождать пока он откачает газ рубильник включения находится на стене в полузаваленной будке куда можно попасть пройдя по ступенькам ну пойдем пошли но опять же повторюсь целецо будет попозже ой тут еще одна летает фигня такая же давай давай обратно дуй все пролетело так кстати еще бы интересно было бы сходить проверить тайник стрелка правда там это пока еще да пока это еще не тайник стрелка а просто закуток но мы потом попробуем туда зайти так сейф персонала подсказка тени чернобыля типа 2007 или что да аптечки артефакт снежок ожог плюс 30 артефакт отключает постэффекты боли постэффекты боли ничего так и прицелок и прицелокок для винтовок НАТО ну что ж возьмем все постэффекты боли ну давайте повесим снежок нам тут через аномалию проходить вот и все и ничего даже не почувствовали так вон я уже вижу что-то светится наверное это как раз то что надо да подать питание на вентилятор отлично питание подали и можно возвращаться обратно так а тут ну да мы лучше так какой-то еще тайник с патронами заберем мы пойдем тем же путем тем более что аномалия нам не грозит так ну сейчас пройдем и снимем этот артефакт все-таки 5 килограмм хотя же еще можно влететь вот в эту фигню ладно пока пока что поносим еще я вот кстати нашел железный орех без записи в аномалии в аномальной зоне на агропроме так давай-давай-давай-давай убежать только вот не хочу но все равно выносливость уже уже существенно упала из музыки тут грустно да надо было брать гитару но тогда было бы еще еще тяжелее тяжелее был бы рюкзак но так вроде как мы ходим все же так что там дальше подать включить вытяжной вентилятор где он тут и как его включить вот что-то все включаем прокачка воздуха пошла так ну что молчишь пока ладно подождем полторы минуты ё-моё нифига себе какого черта вас тут столько блин и выносливость как обычно так спокойно ребята ребята блин только бы этого реда не зацепить вроде бы все так как там костюм не поцарапали тоже если будет хоть маленькая дырочка то мы начнем отравляться ну 40 секунд больше снорков нету нет все-таки обалденное место нигде больше такого это да так ну мне бы еще хотелось все же сходить проверить проверить этот тайник стрелка ради интереса ладно сейчас уже докачает мы пока сбегаем нет без музыки тут грустно мы пока что сбегаем не знаю может и не стоит сюда бежать так все а смотрите как интересно тут вентилятор крутится а там лестница все-таки есть но вентилятор крутится сам по себе да это аномальная энергия его раскручивает все понятно так спасибо огромное отлично о и ред уже побежал уже побежал уже он убежал смотрите как далеко ладно пойдем его догонять ну и вот мы с редом уже добежали до выхода из подземелья я еще ради интереса решил сбегать на ту круговую лестницу проверить может быть после откачки этого газа мало ли вдруг пропал телепорт и как то можно пробраться к тому трупу но телепорт по прежнему там стоит и попасть к трупу не удается но возможно мы сюда еще когда-нибудь вернемся но сейчас задание выполнено ред ничего не говорит молчит ну и нам судя по всему пора наверх ну что же вот мы и выбрались с редом на поверхность здесь у нас уже вечер на агропроме ну и на этом эту серию давайте завершим продолжим уже в следующей так что всем спасибо за просмотр с вами был Хьюк всем удачи и пока спасибо Продолжение следует...